здравствуйте мои дорогие даже вот слов нету все здравствуйте я стою около роз это куина элизабет и выглядит она очень печально но сами понимаете это к сожалению не я высаживала потому что не было времени а то что происходит сейчас с ними меня просто повергло в шок сначала я не могла понять что с ними происходит но вот сегодня уже перед съемками я решила посмотреть что там с корневой системы в конце-то концов и знаете что я обнаружила смотрите все очень просто розы посажены в горшках очень удобно не вынимая из горшков посадить розы но это невозможно это просто даже не допускается это лилии можно посадить в горшках по три штуки вот в таких вот до чтобы крысы не сошрали я так делаю с 5 литровыми бутылками но розы нужно высадить просто в лунку и сейчас я выкопаю все розы и как вы знаете моя любимая посадка групповая я не понимаю когда чайно-гибридная роза торчит одна в лунке дала 3-4 там 5 цветочков за лето ой какое счастье для меня это несчастье во первых это куина элизабет это розы которые сначала вошли в группу шрабов а потом их определили как парковая или грандифлора то есть это дитя между чайно-гибридными и флорибундой соединив два вида получилось очень хорошее потомство которое дает огромное количество цветов как флорибунда но при этом выше своих родителей чайника и при этом при всем огромное количество бокала цвет бокала видных нежно розового цвета он просто невероятно красивый поэтому сейчас выкопаю все остальные одна кстати роза погибла потому что земля в них сухая их поливать надо было как можно больше особенно в первые недели жизни уже на свободе удивительно что они еще не погибли я этому конечно очень рада и вот как бы это все сделать нужно было гораздо раньше но честно сказать для меня с трудом вообще дошло что так можно посадить так нельзя посмотрите видите куда корни вылезли она бедняга жить хочет она просто вот ну не знаю сейчас будем вынимать из горшков но сначала я выкопаю лунку соответственную потому что все таки их их 5 должно быть но теперь будет 4 это тоже конечно для меня просто шок а это вот кто ах ты гаденыш ну-ка иди отсюда значит посадить куст розы надо так чтобы он никому не мешал но в тоже был время хорошим украшением вот какого-то кусочка участка поскольку дорожка входная оттуда значит зрелищно это будет где-то вот в этом районе должна быть лунка лунка для пяти кустов роз она будет диаметром 70 сантиметров им вполне достаточно такого количества почвы и я начинаю копать земля просто чудесная я принесу конечно все удобрения которые положены для них иначе я не могу розы не виноваты что я их купила они не виноваты что я захотела чтобы они тут росли поэтому я как добрая старушка положу туда обязательно хорошей дерновой земли обязательно горсть суперфосфата чтобы на долгие годы фосфора хватало я положу до немножко амафоса чтоб корневая система развивалась естественно доломитовой муки естественно костной муки и вот это будет то что им и хотелось бы все это я упрячу на дно лунки и высажу их засыпав удобрения вот таким слоем почвы чтобы сразу корневая система не попала в зону удобрения иначе они погибнут и вы об этом должны помнить ну в общем у меня задача сами знаете какая да я копаю вы смотрите значит так вот это все перемешать и прикрыть 5 сантиметровым слоем почвы чтобы каждому растению досталось все что сюда положено корни любого растения не должны встать на то что вы ему приготовили вот это вкусненькое все пять сантиметров есть вполне достаточно а вот теперь я буду вынимать розы из горшков и будем смотреть что у них там с корневой системой хорошо ли им там ну да им конечно хорошо но им просто некуда деваться видите корни просто уже переросли все что можно мне придется встать сюда иначе мне будет очень неудобно так посадка будет у нас заглубленная но немножко земли еще надо аккуратно пожалуйста очень аккуратно не порвите земляной ком потому что он очень и очень нежный конечно все уперлось в горшок конечно в тюрьме самый натуральный почему заглубленная посадка потому что вот это место прививочный кулачок должен оказаться под землей на 5 сантиметров вот если на улице осенью будет мороз а снега не будет вот это место прививочный кулачок откуда культура выходит до привита куда культура то есть она замерзнет и культура пропадет выйдет шиповник если на улице как в этом году в сибири стоит сорокет плюс то перегрев этого кулачка прививочного опять погубит ваши прививки помните об этом если вы живете в средней полосе и у нас не очень теплая весна лето и естественно холодная зима то тогда пользоваться но перегноем навоз вообще не допустим перегноем нельзя чистым надо добавлять всегда доломитовую муку чтобы почва стала нейтральной а вот если вы живете на юге тогда вам показано использование перегнои всевозможных видов и не обязательно вносить доломитовую муку продолжаем высадку наших замечательных роз вот здесь нормально здесь не надо не насыпать не углублять так я еще иду заднюю розы и я набрала полный тапок обратите внимание бедные садоводы какие розы в сибири так нет же вот хочу и все вот и я хочу эти сколько веток погибло и как они выглядят ужас бесполезно пока корни проросли и не выпускают его и что делать ужас тихий попробуем вот таким макаром о оборвала немножко корней о чем очень сожалею так ну сюда в этот край ничего главное чтоб не оторвались корни так ну а вот это печальное зрелище я думаю что это полная погибель сейчас мы посмотрим корни ну вот вижу смотрите видите корешки вот вот не погибшие белые вот значит где-то есть живая почка только от кого она от прививки или от шиповника вот в чем проблема вот здесь пока никого не вижу но может что-то и случится мы посадим ее в середину и заглубим как можно больше почему в данном случае да потому что именно из этих побегов выходит культура они из каких-то других ой оборву все сейчас ну все все больше не буду экспериментировать так все сейчас я все посажу а потом уже все увидите очень тяжело но кверх ногами стоять при вас не могу так засыпая розы вы должны понимать что все слои которые вы засыпите нужно обязательно пролить как следует чем я и займусь почва должна сесть а сесть так чтобы воздушных пустот не осталось для того чтобы корни могли развиваться они должны попасть в почву они в шарик из воздуха там они поболтаются и погибнут проливаем так чтобы воды было много и еще дорогие мои вот я знаю как быстро пропускает моя почва воду но если вы не уверены что у вас вода уходит достаточно быстро тогда вам придется положить дренаж чтобы это проверить надо выкопав лунку налить ведро воды если за минуту-две уходит вода дренаж не требуется если не уходит за две-три минуты вода тогда разбейте кирпич возьмите гальку там щебень что угодно насыпьте на дно слоем 10-15 сантиметров и вот тогда все с корнями будет в порядке и не только у розы значит так делаем вокруг нашей лунки большой круговую бороздку ой круговой гребень бороздка нам тут нужна но она вот вне этого гребня для чего для того чтобы поступающая влага вся какая только не будет всегда оказывалась у розы под корнями для того чтобы все было красиво значит нужно взять грабли так грабли и вот это все что вокруг привести в порядок иначе красоты не будет видно а должно бы быть видно так здесь опилки которым были засыпаны розы мы их вернем вот сюда поближе и потом я засыплю еще помощнее и засыплю то что там внутри розы потому что если опять наступит жара такая несусветная то испарение будет очень сильным и тогда очень тяжело будет выживать растению тем более что пересадка как вы понимаете происходит в июле что очень печально так очень люблю красиво правда вот при мне болезнь какая-то вот такая тяжелая жизнь вся мокрая но зато розы посажены так как я бы хотела нет я неправильно сказала розы посажены так как им нужно и если вы хотите чтобы у вас на участке розарий выглядел потрясающе не пожедитесь весной купите три одинаковых сорта розы и садите в одну лунку вот тогда это будет зрелище и знаете я уже много роз прошла и всяких разных и менее и почва покровные и флорибунды и случайно гибридные но больше всего любую моему сердцу все-таки грандифлора и еще английские розы но мы их посмотрим попозже они растут и зацветают с ними все хорошо значит сейчас я налью сюда воды немереное количество и надеюсь что с ними все будет в порядке жаль конечно что пропала одна роза и композиции которые я хотела сделать несколько не получилось никогда не высаживайте розы в горшках то есть их оттуда надо все-таки вынуть на этом всего доброго и до свидания